Здравствуйте! Вы смотрите «Удачный сезон» на канале ТВК. С вами Сергей Глазинов. Ну, всем нам хорошо знакомо, когда с началом весны у нас просто не хватает свободного времени для того, чтобы произвести посевы и посадки различных культур. Поэтому сейчас, поздней осенью, когда у нас побольше свободного времени, можно проводить подзимние посевы. Иными словами, под зиму мы можем высевать самые разнообразные культуры. Но это может быть петрушка, укроп, свекла, морковь, сельдерей, ну и многие другие. А что касается цветочных, то это однолетники, такие как, например, лабулярия, календула, василек. Также многие многолетники, астроальпийская, лаванда, ну и многие другие. В чем преимущество подзимних посевов? Но прежде всего в том, что те семена, которые мы сейчас посеем, они раньше, на 2-3 недели, тронутся в рост и будут использовать влагу весеннюю. А бывает так, что у нас весна бывает засушливой, поэтому этим растением, которое мы посеем под зиму, будет хватать влаги от талого снега. И еще, что немаловажно, при подзимних посевах весной растения меньше страдают от многих насекомых вредителей, по той причине, что они просто еще ранней весной насекомые не успевают быстро, активно размножаться. Конечно, у подзимнего посева есть и свои минусы. И заключаются они прежде всего в том, что при посеве мы используем чуть больше семян, примерно на 10%. И очень сильно страдают такие посевы в зиму, когда бывают такие сильные длительные оттепели. То есть семена начинают наклёвываться, затем опять приходят морозы, и, конечно же, посевы могут погибнуть. Для подзимнего посева, как овощных, так и цветочных культур, нужно заблаговременно подготовить землю. Хорошо перекопать. Нужно внести осеннее удобрение, фосфорно-калийное удобрение. Они могут быть комплексными. Мы рассыпаем их, затем обязательно заделываем в почву. И делаем такие рядочки глубиной примерно 4 см. И обязательно заранее заготавливаем почву, которой мы будем впоследствии присыпать семена. То есть мы сделали, подготовили грядку, сделали бороздки глубиной 4 см. Они потом, эти бороздки, немножко земля осягет, и примерно глубина составит 1,5-2 см. Так вот, приступаем к посеву мы только тогда, когда уже земля будет скована льдом. Если же такие грядки засыпал снег, то просто можно снег смести. Рассыпаем семена, и сверху их присыпаем тем грунтом, который мы заранее подготовили. Желательно, чтобы этот грунт находился где-то в таком закрытом помещении. И еще очень важно, после посева, подзимнего посева, грядку замульчировать. Мульчировать можно или торфом, например, высотой 8 см, либо листвой. И уже весной, сразу после таяния снега, мы этот мульчирующий материал убираем. Ну, а для того, чтобы наши всходы весной появились как можно раньше, мы накрываем эту грядочку полиэтиленовой пленкой, под которой температура будет выше, и у нас пойдут более ранние всходы. Следует помнить только о том, что касается овощных культур, например, если мы будем выращивать морковь или свеклу, то при подзимнем посеве морковь и свекла, и другие овощные культуры, они не будут пригодны для зимнего хранения. То есть мы их высеваем с расчетом на то, что будем использовать эти культуры именно в летнее время, в следующем году. Ну, а на сегодня-то все. Спасибо за внимание. Удачи вам. Увидимся в следующей передаче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова